Кто расскажет о том, что происходит в Вашингтоне и чего не найти в прессе? Наш человек в DC Анна Топоровская. С понедельника по пятницу в 11 утра. Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. Особенности климата Вашингтона таковы, что очаровательных, ни холодных, ни жарких, гулятельных, как мы их называем, дней не так много в году. Сначала долго задерживаются холодная, проморзглая, влажная погода. Потом вдруг резко наступает жара, и вот этот мостик, когда действительно дивная погода, он коротенький. Но как раз сейчас, в эти дни, несколько задержавшаяся весенняя прохлада, я бы сказала, она, да, буквально манит на улицу. Тем более, что Вашингтон город, в отличие от многих американских городов, не просто европейский, а ещё очень зелёный европейский город, он невысокого роста. Поэтому, да, можно смело говорить, утопает в зелени. Ну и, конечно же, сейчас, когда почти, почти, я говорю, закончилось основное цветение, всё равно эта по-настоящему майская зелень, она способствует желанию как можно больше быть на улице, на природе, в парках вашингтонских, их огромное количество даже в самом центре. Но одни склонны просто гулять, а другие склонны ещё и протестовать, или просто высказывать своё отношение к происходящему. Если бы предложили одной небольшой фразой определить вот это общее отношение ко всему происходящему, то, наверное, больше всего подошла бы фраза неуверенность, непредсказуемость, непонимание до конца происходящего вокруг, и заодно ещё и, судя по всему, непонимание, а кто именно стоит за происходящим. Кто друг, кто враг, кто прав, кто нет. И когда можно просто, встретившись где-нибудь на скамеечке с чашкой кофе, рассуждать о высоких политических материях – это одно, а когда это уже бьёт по твоему карману – это другое. Насчёт кармана я вспомнила именно потому, что вчера созерцало зрелище очередей у бензозаправок в Вашингтоне и вокруг. Я нисколько не сомневаюсь, что эта участь постигла не только жители Вашингтона, но поскольку Вашингтон – город в большинстве своём приезжающих на работу и уезжающих, то пробки разворачивались в сторону этих самых заправок, потому что шёпотом или в полголоса все почему-то намекали на то, что в ближайшие дни бензина не будет вообще. Сейчас он просто сильно подорожал, не будет вообще. И вот эта вот 3 доллара психологическая отметка, она, да, действительно влияет на настроение людей. И это было заметно. И вчера, и сегодня. И даже несмотря на то, что сегодня уже официально объявлено, что вся эта, будем её называть, авария или хакерская атака, из-за которой и поставки бензина, и цены резко изменились, люди относятся ко всем этим объявлениям со знаком вопроса, с недоверием. И в кулуарах и коридорах американской столицы об этом очень много говорят. А вот это вот недоверие и сомнение ещё и добавляется последними новостями, связанными с цифрами заболевших и умерших. И тогда, когда вдруг действительно высокого ранга чиновники, включая мэры города, председатели комиссии, комитета в масштабах Вашингтона и в масштабах страны, вдруг обнаружили, что по каким-то очень частным причинам вдруг занижали цифры заболевших и умерших, а потом вдруг завышали, а потом снова вдруг занижали, совершенно понятно почему, занижали для того, чтобы не пугать население страны и открывать какие-то бизнесы, а потом завышали для того, чтобы можно было получать для этого дополнительные государственные ассигнования. Вот когда это самое сочетание неточностей, а, грубо говоря, обмана переплеталось между собой на глазах у страны сегодня, а точнее вчера и сегодня в этом даже признаются на уровне мэрии города, то это еще добавляет в поводы для сомнений и недоверий. Я даже признаюсь вам, что с большим недоверием, например, еврейская община страны отнеслась к заявлению и появлению информации о том, что президент Джо Байден и спикер палаты представителей Нэнси Пелози, которые вчера собрались в овальном кабинете на совещании четырехголового дракона под названием «Конгресс», где было два лидера демократических и два лидера республиканских с тщетной попыткой помирить их, привести к общему знаменателю. И когда было выражено вроде бы слово «поддержки» в адрес Израиля, и к этому выражению, учитывая, что оно было какое-то очень такое обтекаемое, осторожно, отнеслись с недоверием. Сегодня в расписании у президента снова гости в Белом доме, где будет снова живое и реальное совещание, и пригласил президент Джо Байден, естественно, с присутствующей тут рядом в кустах, нет, нет, в кресле удобном, с очень властвующим выражением на лице вице-президент Камбла Харрис, так вот, пригласил шесть республиканских сенаторов. Это республиканские сенаторы, все примерно, за исключением одного возраста вокруг 70 лет, значит, это уже не мальчишки, а учёные-мужи, и в отличие от, допустим, тех же самых женщин-мусульманок в Конгрессе, они более сдержаны в своих эмоциях, они осторожны, но стоят чётко на своих позициях. Судя по всему, это будет попытка выяснить, насколько устойчивы взгляды и настроения представителей тех штатов, что являются эдакими красными и достаточно стабильны, это и Аризона, это и Западная Вирджиния, это и Миссисипи, и Миссури, и насколько отношения между республиканцами подлежат тому, чтобы их, говоря простым языком, можно было рассорить или стравить между собой. Но это я так, свои собственные эмоции, простите меня за это. Что же касается официального расписания, то совещание с представителями Сената республиканцами. Это, пожалуй, единственное сегодня важное мероприятие в расписании президента. Что же касается всей остальной американской столицы, то тут скрестились шпаги те, кто хотят уже открыть, наконец, столицу, ну, хотя бы возможность подойти в Лафаэтт-сквере и сфотографироваться на фоне Белого дома. Когда этот Лафаэтт-сквер, о котором отдельно, наверное, я должна была и еще неоднократно буду рассказывать, это самое знаковое и фотографируемое место в Вашингтоне, когда она огорожена высочайшим забором и издали виден, как пустынины только белки бегают в Лафаэтт-сквер, действительно сжимается сердце. А его уже открыли пару дней тому назад, но как-то удивительно получается, что по непонятным или необъявным причинам вдруг, как только людей там чуть-чуть увеличивается, закрывают снова. Вот когда Вашингтон откроется весь полностью, тогда наступит на душе спокойствие. Но и не только Вашингтон, и другие города уже дошли буквально до последней точки, ждут и дождутся, когда мы с вами будем путешествовать. О расписании и описании путешествий на моем сайте Анна Топоровская, одним словом, «Топоровские скейтвайна.конце.ком». И когда можно, будет вернуться на свои рабочие места и спокойно работать, не думая о том, в какие затраты погружается страна. Я же жду встречи с вами сегодня без 15.2 после полудня, где мы продолжим, несмотря ни на что, повторять «Гарблесс Америка». С любовью к вам из Вашингтона ваш человек в ДС, Анна Топоровская. Кто расскажет о том, что происходит в Вашингтоне и чего не найти в прессе? Наш человек в ДС, Анна Топоровская. С понедельника по пятницу в 11 утра.